Вы обнаружите, как несколько раз в Писании говорится о открытых дверях. Это выражение «отверстая дверь» евангельским языком всегда означает, что дана благоприятная возможность для распространения благой вести в новые, еще не евангелизированные места. Например, по возвращении апостола Павла в Антиохию после его первого миссионерского путешествия, он делает доклад тамошной церкви о том, как Господь отверст дверь веры язычникам. Потом в послании к Коринфянам Павел пишет такие слова «Для меня отверстно великое и широкая дверь, и противников много». А колоссиалам он говорит «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверст нам дверь для слова, возвещать тайну Христову». Еще раз во втором послании к Коринфянам апостол Павел напоминает верующим об одном случае, проезжать, чем во время его второго миссионерского путешествия, когда, как он пишет, «пришед в Троаду для благовествования о Христе, мне отверстно была Господом дверь». Но в Евангелии говорится также о случаях, когда двери закрывались, и Господь не допускал входа в то или иное место. Все это напоминает мне те чудные слова, сказанные Иисусом Христом в книге Откровения в Филадельфийской церкви. Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Какое чудное утешение я нахожу в этих словах. Ободрись, мой брат, если Господь открыл тебе дверь служения, то никакая сила ни на небе, ни на земле или в аду не может ее закрыть. Это, конечно, не значит, что противников не будут. Наоборот, вы заметили, что сказал апостол Павел, «Ибо для меня отверстие великое и широкое дверь, и противников много». Эти враги в Евангелии будут делать все возможное, чтобы оказывать сопротивление и ставить преграды. Но все их попытки окажутся тщетными, потому что ключ держит в своих руках тот, который сказал «да на мне всякая власть на небе и на земле». «Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее, слава ему вовек». Возлюбленные, мы живем в замечательные времена, когда, как никогда, в ее истории церкви представлены невероятные возможности для распространения благой вести. Нам даны способы и методы разглашать Евангелии, которых не имели наши отцы. Возьмем хотя бы радио. Сидя тут у микрофона, мы достигаем больше людей Словом Божьим за полчаса, чем в прошлые дни мог человек за всю свою жизнь. Бог дает современную технику использовать для исполнения пророческого слова, сказанного Христом, что проповедано будет с Ей в Англии Царстве всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Я того убеждения, что в недалеком будущем это дословно исполнится, возможно, при нашем поколении. Оно должно сбыться. Небо и земля пройдут, но слова Христовые не пройдут. Возьмем сравнительно недавний пример, когда американские космонаты отправились к Луне в 68 году. То весь мир слушал, когда полковник Борман, который также является учителем воскресной школы, на борту космического корабля читал первую главу книги Бытие о создании мира. Поверьте, друзья, что будет время, когда весь мир услышит слово о создании нового человека во Христе Иисусе. Мне припоминаются слова Откровения, где Иоанн говорит «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени и колену, языку и народу». Да, воистину, мы живем в знаменательные дни, и это время отличается необыкновенными возможностями для проповеди Евангелии. Некоторые видят только закрытые двери, но, дорогие мои, я должен сказать, что я вижу все больше и больше открытых дверей для благовествования Христова. Да, вокруг нас открыты двери, чудные возможности для евангелизации, несмотря на всех противников. И вот эта истина ярко продемонстрирована в 16 главе книги «Деяния апостолов». Тут мы видим, как Павел и Сила входят в открытую им Господом дверь в Македонию, в город Филипп. Господь приготовил им чудную трапезу, великую и широкую дверь, да, ввиду врагов их. Противник не дремал, и притом он не намеривал создавать им свое царство без оппозиции. Наоборот, мы тут обнаружим один важный факт, который мы никогда не должны забыть, что хотя он знает, что Христос его поразил на Голгофском кресте, он, тем не менее, без сопротивления не сдает свои позиции. И вот в этой 16 главе «Деяния апостолов» мы обнаружим методы сопротивления дьявола и Евангелии, но тут же мы увидим, как человек, исполненный силой Духа Святого, ему наносит смертельный удар. Мы уже отметили, как в начале 16 главы «Деяния апостолов» говорится о закрытых дверях Павлу проповедовать в Асии и Вифине, и как Господь окольными путями привел его в портовой город Трады, где ему в одну ночь было видение мужа-македонянина, просящего и говорящего ему «Приди в Македонию и помоги нам». И вот после этого видения сказано в 10 стихе, что тотчас они положили отправиться в Македонию. И стих 11 говорит «Итак, отправившись из Трады, мы прямо прибыли в Самофракию, а другой день в Неаполь». Дух Святой подал заключительный сигнал, и потому ожидать уже не нужно было, они сразу же отправляются, куда Господь их ясно призывал. Подумайте, насколько значителен был этот момент, не только для Церкви Христовой, но для истории Европы и всего мира, когда Павел и Сила отправились из Трады в Македонию. Капитан, который перевозил их на своем корабле, не мог представить себе, какой необыкновенный груз находился на борту его корабля. Он вез самые драгоценные сокровища, людей в сердцах, которые пламеняла любовь Божия, которые везли собою благую весть Евангелия Иисуса Христа. Да, эти скромные пассажиры были предназначены для перестройки всей цивилизации вестью Божьей любви. Вы когда-нибудь подумали, насколько иначе была бы написана сегодня история, если Павел воспротивился бы этому небесному видению? Его послушание сделало Европу истоком цивилизации, не говоря уже о том, какое значение Европа сыграла в распространении Евангелии по всему миру. Тут интересно отметить один исторический факт, что Павел фактически шел по следам мирового завоевателя Александра Великого. Но заметьте, что шли они в противоположные стороны. Александр шел на восток завоевывать себе новые царства, Павел шел на запад завоевывать души для Христа. Один шествовал с большой пышностью и доспехами войны, мечом покоряя себе народы. Другой с благой вестью Божьей любви нес мир человечеству. Тут мы видим с одной стороны силу мира, а с другой силу Божию. И оба эти силы диаметрально противоположны одна другой. Александр и Павел были представителями двух царств. Один был представителем царства тьмы, обмана, лжи и зла, а другой – царства света, мира и любви. Первый кончил свою карьеру полной неудачей, а другой – его дела идут вслед за ним и по сей день. И теперь заметьте, как Дух Святой водил своих слуг, да, прямо на территорию Римской империи. Филипп был первый город Македонии, римской колонии. Однако эта инвазия благой вестью не кончается в Македонии, но идет постепенно в самый центр тогдашней мировой власти, в столицу мира, в Рим, от которого шли дороги во все концы света. Господь в свое время приведет Павла в Рим, чтобы там посеять семя Слова Божия, там, где находился престол сатаны. Пройдет еще несколько лет перед тем, как апостол Павел попадет в Рим, но береговой плацдарм для дальнейшей инвазии установлен. Странный завоеватель этот Павел. Он попадает в Рим не как свободный гражданин, но в вузах и притом прямо в приторию Кесаря, в главной цитадель и укрепление врага. Скажите, какая сила способна остановить прогресс Евангелии? Сколько было противников, но благодарение Богу! С Павлом был тот, который сказал, «Я пойду пред тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю». Чем больше враг притесняет, тем больше и шире сеется благая весть, благодарению Господу вовек. Прошедшее в 16 главе Деяния апостолов вращается вокруг трех лиц. Женщины, торговавшей багряницею, девушкой, одержимой нечистым духом, и мужчиной, стража городской темницы. Эти три души были первые плоды свидетельства апостола Павла за родышем Церкви Христовой в Европе, и от этого, как будто незначительного начала, мы видим, как христианство проникло во все концы земного шара. Бог обыкновенно из незначительного, из ничего не значащего, совершает свои великие дела. И это Он делает, чтобы упразднить силу и мудрость мира сего. Да, из малого Он может сделать изумительно великое и значительное. Из пяти хлебов и двух рыбок Он насыщает пять тысяч голодных мужчин. И к ним прибавьте их жены и детей, и у вас получится действительно огромное количество людей. Дважды в Евангелии говорится о том, что Господь чудом насытил многолюдную толпу. Но интересно отметить, что Спаситель насытил четырех тысяч семью хлебами и несколькими рыбками, а пятитысячную толпу Он накормил пятью хлебами и двумя рыбками. И что от семи хлебов осталось семь корзин, а от пяти хлебов двенадцать коробов. Мне кажется, что этим Господь как бы напоминает нам, что Ему не нужно много. Чтобы сделать великое, Ему нужна полная отдача всего того, что мы имеем. Проявление силы Божьей не зависит от того, пять ли хлебов в Его руках или семь, но отданы ли они Ему всецелы, и тогда количество роли не играет. Этот принцип вы обнаружите во всей Библии. Служение Павла в Филиппах началось не в каком-нибудь большом публичном зале при огромном стечении народа, нет, но первая его проповедь была сказана нескольким женщинам, собравшимся в небольшом молитвенном доме. Вот как тут написано. В день же субботний мы вышли из-за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севши разговаривали собравшимися там женщинами. Это все. Небольшое молитвенное собрание, на котором присутствовали только женщины. И одна женщина из города Фиатира именем Лидия, торговавшая багрянецей, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Сказано, что Лидия чтила Бога. Она молилась, была глубоко набожной женщиной. И тем не менее, дорогие друзья, она не была чадом Божиим. Все это, конечно, желательно, так как одно доказывает жажду по Боге. Но жажда сама по себе еще не говорит, что человек спасен. Эту жажду кто-то должен удовлетворить. И может это сделать один Христос, который ее вложил в сердце человека. Да, Господь дает желание и жажду, ибо сказано, что он отверз сердце Лидии внимать тому, что говорил Павел. И он же, то есть Господь, ее удовлетворил. О, как чудно, когда Господь открывает сердце грешника, чтобы внимать его дивной спасательной вести. Лидия сердцем внимала и сердцем приняла. И только так можно получить спасение, потому что сердцем веруют к праведности, говорит Слово Божие. Друг мой, может быть, ты уже несколько месяцев слушаешь Слово Божие, но ты еще не спасен, не имеешь ни мира, ни радости в твоем сердце. Грех тебе угнетает. Прошу тебя ради Христа дай ему расположить твое сердце к принятию его как твоего личного спасителя. Но мы видим, что Лидия не только открыла свое сердце и уши внимать Благой Вести, но она открыла и двери своего дома Господу. С самого момента ее обращения ее дом был широко растворен для Господа и для детей его. О, как приятно быть в таком доме, где хозяином является сам Иисус Христос. В таком отчаге вы всегда найдете искренное гостеприимство, любовь, чистоту и опрятность. Здесь царствует мир Божий, и хоть как бы не было убогой твоя хижина, если Христос хозяин в ней, то она будет настоящим дворцом и местом убежища для многих. Но открытые двери в дом Лидии говорят не только о гостеприимстве и не только о полной отдаче Господу всего того, что она имела, но оно говорит нам и о том, что она жаждала еще больше знать о Господе. Это верный признак спасенной души. Она желает знать больше и больше о своем спасителе. Вот почему мы читаем в 15 стихе «Когда же крестилась она и домашняя, то просила нас, говоря, если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня и убедила нас». Какая привилегия иметь в своем доме Божьих служителей? В послании к евреям мы читаем «Братолюбие между вами да пребывает». Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. В Лидии и в домашних ее мы видим чудный пример обращения. Это были первые плоды проповедования Евангелия на европейском континенте. Из сети дьявола освобождены были первые души в Европе, граждане его царства, которые стали гражданами царства, правды, света и добра. И хотя враг своих жертв не сдал без оппозиции, Господь тем не менее дал чудную победу своим служителям. И здесь в Филиппах была основана первая община искупленных детей Божьих в Европе. Мой друг, где бы ты ни был, Господь сегодня стучит в твое сердце. Он ожидает, когда ты откроешь ему двери и дашь ему войти, как сделала Лидия, и весь дом ее. Христос тебе говорит, сестую у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним и он со мною. Лидия, ее дом, темничный страж и его дом это сделали, сделай и ты то самое и будешь спасен. Пусть Господь тебе поможет в этом. Субтитры